На портал Гридет поступил вопрос. Господь пришел на землю претерпеть страданий и пролить свою невинную кровь за искупление через короды. Зачем это ему было нужно? Ну, зачем это людям нужно, вы уже в вопросе сказали, чтобы искупить человеческий род. Зачем было нужно Христу, ну, точнее же Богу, сколько Христу это Богу-человеку? По любви. По любви Бог сотворил мир. Вот нет ответа в богословии, почему Бог сотворил мир. Вот это ему было не нужно. Он и так имел всю полноту бытия в себе, как Бог, по определению. Поэтому не нужно было, как вот женщина рожает иногда, чтобы руководить. Вот этот Бог не нужно, потому что он, опять же, Святая Троица, и он всегда имеет любовь к себе. Все три лица Святой Троицы пребывают в взаимной любви друг к другу. Притом такой, который невозможно просто описать, потому что это ведь еще и не три Бога только, а еще единый Бог. Поэтому это такое особое, для нас непостижимое, так сказать, догмат. Поэтому любовь в нем была. Он был в любви, имел всю полноту. Зачем? Это такая, значит, загадка. Вот Григорий Богослов, святитель, он говорил, что как бы вот из этой чаши любви божественной, да, любовь произлилась наружу, потому что было много, разлилась вот это вот творение Бога, так сказать, мира, да, то есть это как произвести, произвелась любовь Божья. Вот, но раз вот творение-то есть, и оно пало в лице людей, да, то, естественно, Бог, опять же, будучи любовью, Бог с любовью, это принеслище на Писании, он, естественно, не мог это оставить, чтобы это все так дальше деградировало, мучилось, тем более, что это его творение. Вот, он, естественно, послал своего сына, чтобы он учеловечился, попросился, учеловечился и искупил сокрестной смертью, потом воскресеньем, грехи родоческого, и дал нам возможность спастись. Вот, это, конечно, наш выбор, когда говорят, ну, а вот Бог распялся, почему же они все спасаются? Ну, это был так распяться, чтобы, правильно, и все спаслись сразу. И опять, как, знаете, как вот Адам и Ева. Нет, так не может быть. Он, Бог, дал нам свободу, и мы свободно можем двигаться к Богу или от Бога, как мы захотим. Поэтому, кто хочет спасаться, тот обязательно спасется, вне зависимости, в какой точке мира он родился и вырос. Вот, кто хочет спасется, он обязательно спасется. И христианами становились люди вообще, которые, по идее-то, никак не должны были стать христианами. Это я просто даже знаю из примеров, которые мне встречалось в жизни. Там, когда девушка из какого-то города Бадахшана, где там у них вообще, в принципе, никогда храм христианских не было, вообще исторически, сколько я знаю, да, спустилась зачем-то по делам в свою столицу и увидела, случайно проходя по улице храм, зашла и стала христианкой. То есть, правда, крестилась она, потом поехала в Москву, потому что она поняла, что если она крестится там, то ее просто убьют, ее родственники, которые не поймут. Вот, поэтому она с сестрой, они крестились, уехали в Москву жить. Вот, и таких примеров, кстати говоря, не один. Даже из Египта к нам в Москву приехал египтянин, мусульманин по своему рождению креститься, и чтобы, опять же, для безопасности личной. Вот, хотя там есть Копская церковь, там есть где-то, где был креститься христианство, но вот он, ну просто это было опасно. Вот, даже не только от его родственников, там сколько от разных бывает фанатиков, да, соответствующих. Вот, поэтому вот так Господь по любви нас пришел спасать, и все, кто эту любовь воспринимает, тот спасается. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok